Всем привет! Меня зовут Саша, и сегодня я хочу показать вам, как мы в Delivery Club выложили нашу дизайн-систему в open-source. Она будет доступна через CocoaPods. Вообще есть разные системы для внедрения внешних зависимостей. Есть CocoaPods — это стандарт в разработке, в iOS-разработке. Есть еще Swift Package Manager — достаточно молодой инструмент. И есть Cartage. Мы решили, по крайней мере для этого видео, на первом этапе сделать нашу дизайн-систему доступной с помощью CocoaPods. Я покажу вам, как это сделать. Погнали! Вот наш проект — ValrusKit, вы с ним знакомы, если вы смотрели мои предыдущие видео. И в основном сегодня будем работать не в Xcode, а в терминале. Для начала нам надо перейти в папочку нашей дизайн-системы и дальше выполнить вот такую команду — podspec create и название — ValrusKit. Эта команда создаст нам файл вот такой — valruskit.podspec. подспек. Эта штука описывает наш проект для CocoaPods. Откроем ее. Вот он — podspec с помощью sublime. И вот то, что сгенерили нам CocoaPods. Давайте подправим немножко и запушим. Первое, что бросается в глаза — это spec.name. Это название нашей библиотеки. Как вы будете ее получать — вы будете писать pod, ValrusKit. Дальше идет версия. Версия вместо 001 я выставлю 005, потому что четыре раза до этого я пробовал, пока готовился к этому видео. Дальше надо написать summary. Что это такое? Это design system by delivery club. Следующее поле — это description. Здесь надо чуть более подробно написать. This is a design system. Open sourced by delivery club. Valruskit. Я не знаю, не уверен, что то, что я написал, это настоящее английское приложение, но тем не менее. Следующее поле в нашей podspec — это spec.homepage. Здесь нам нужно указать домашнюю страничку нашего опубликованного пода. Мы воспользуемся страничкой на GitHub. Для этого я открываю Safari. У меня здесь открыт наш Valruskit-проект. Я копирую его адрес и вставляю в это поле. Едем дальше. Нам нужно понять, какой лицензией мы будем распространять в нашу дизайн-систему. Мы выбрали MIT лицензию, и я могу показать вам, как просто создать файл лицензии на GitHub. Для этого мы возвращаемся обратно в наш проект. Если вы посмотрите вот сюда на file license, то вот он, наша MIT лицензия, она абсолютно, и я никаких добавлений сюда сам не делал. Все сгенерено GitHub. Для этого надо нажать кнопочку Add File, выбрать Create New File, ввести здесь слово license, и у нас появляется кнопочка Choose License Template. Нажимаем на него, и вот GitHub предлагает кучу разных известных лицензий. Выбираем MIT License. Здесь нужно указать только год и название компании. Все остальное генерится само по себе. После этого нажимаете на кнопочку Review Submit и готово. Но мы на нее нажимать не будем. Возвращаемся в нашу подспеку. Здесь указан автор. Все в порядке. Здесь нужно указать, где лежит исходный код. Для этого мы копируем тот же самый адрес нашей странички на GitHub и вставляем его сюда. Обратите внимание, что сорцы будут браться из гита, который указан вот здесь, по тегу, и здесь указан spec.version. Соответственно, нам нужно будет перед тем, как паблишить эту подспеку, нам нужно будет повесить в нашем репозитории тег, который будет точно соответствовать вот этой строке. Дальше надо указать source files. И здесь я чуть изменю. Сгенеренный код. У нас наш проект называется valorous kit. И нам надо добавить. У нас еще есть свифтовые файлы, поэтому добавляем свифт. И exclude files, то есть файлы, которые надо исключить, у нас таких нет. На этом в подспеке все. Теперь давайте проверим, правильно ли мы ее заполнили. Для этого мы возвращаемся обратно в терминал и вызываем команду под lib lint. Она немножко подумает и провалидирует нашу подспеку, скажет, может быть, мы чего-то забыли. Linting закончился. У нас один warning о том, что мы не указали версию свифта. Давайте добавим это поле в нашу подспеку и еще раз выполним эту команду. Spec.swift versions равняется и у нас используется пятый свифт. Сохраняем. Повторяем нашу команду. И теперь наш valorous kit прошел валидацию. Напомню, что перед тем, как паблишить этот под, нам нужно повесить нужный тег, а именно 0.05. Для этого я воспользуюсь source3, закоммичу наши изменения с нашим подспеком. Подспек.Edit.commit.commit прошел успешно. Новый тег. 0.05. Пуш тег. Добавляем тег. И готово. Возвращаемся в терминал и вызываем команду pot trunk push. Эта команда запаблишит нашу подспеку в trunk coco pods. Он еще раз валидирует ее на всякий случай перед тем, как запушить. И у нас успешно выполнилась эта команда. Давайте проверим, что на сайте coco pods, coco pods.org, действительно есть наш valorous kit. Он показывает здесь версию 0.04. Это версия, которую я запаблишил до этого, потому что, видимо, индексы не сразу обновляются. Но если перейти сюда, то valorous kit показывает 0.05. Это наша версия, которую мы только что при вас выпустили. Давайте теперь проверим, что valorous kit действительно доступен и его можно из другого проекта получить. Для этого мы создадим новый проект файл new project. Это будет app. Назовем его valorous kit coco pods. Создадим. Create. Перейдем в терминале в папочку с ним. Она находится на уровне выше. valorous kit coco pods. Вызовем команду pod init. Она создаст нам pod файл. valorous kit coco pods. pod файл. И здесь нам надо добавить pod valorous kit. Давайте раскомментируем платформу ios. Добавим здесь 12.2, как у нас в valorous kit. И единственное, что нужно сделать, это добавить указание, откуда брать pods пеки. Вот так мы их добавили. И нужно выполнить команду pod install. На самом деле команда pod install установит нам старую версию 004. Поэтому нужно выполнить команду pod repo. А вообще можно под update выполнить. Под update valorous kit. И он должен установить нашу новую версию 005, которую мы с вами запаблишили. Проверяем. Итак, наша библиотечка обновилась до 05 версии. Все хорошо. Теперь давайте вернемся в xcode и воспользуемся нашей дизайн-системой для того, чтобы добавить текст на наш viewController. Добавляем label. Напишем здесь ура. Прибьем его к центру. Ага. Создадим outlet на viewController. Это будет label. И в методе viewDidLoad выберем label.attributed текст. Потому что у нас наша дизайн-система возвращает ns-attribute string. Заимпортим наш valorous kit. Ага. Вот что я не сделал. Надо закрыть проект и открыть workspace после того, как мы сделали pod install, разумеется. Открываем workspace. Возвращаемся в наш viewController. Импортим наш valorous kit и вызываем метод текст, в который мы напишем ура. И сделаем его самым большим. Header large. И запускаем наш проект. И мы видим наш текст. Ура! стилизованный. Header large. У нас все получилось. Всем спасибо. Пока-пока.